Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Карина Саяхова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Ректор Казанского университета встретился с представителями СМИ. Казанский университет посетил Евгений Примаков. В Казанском университете состоялась пресс-конференция, на которой ректор Лешат Гафоров встретился с представителями СМИ и ответил на интересующие вопросы. Все подробности далее. Прямая трансляция конференции состоялась сразу на нескольких онлайн-площадках ВКонтакте, Твич и Ютуб. Модератором мероприятий выступила директор департамента по информационной политике Казанского университета Лисан Абдулина. И первый вопрос от журналистов касался открытия высшей школы промышленного дизайна в составе ВУЗа. Ильшат Гафоров подтвердил эту информацию. Уже с 1 сентября осуществится первый набор. Будут ли определенные перекрытия с КГСО? Наверное, будут. Ничего в этом плохого нет. Мы будем учиться у них. Они будут учиться у нас, если где-то мы более продвинемся в каких-то вопросах. Это нормальное явление. Но конкурируя, мы будем работать по принципу взаимного дополнения друг к другу. Ильшат Гафоров прокомментировал и ситуацию с самовыдвижением своей кандидатуры на выборах ректора КНИТУ КАИ Махмуд Аганеева, являющимся директором набережно-челнинского филиала Казанского университета. Ни о каком присоединении КАИ к КФУ не может быть и речи, отрезал Ильшат Гафоров. КАИ сегодня ведущий национально-исследовательский университет Казани, и мы этим должны гордиться. У него есть свое направление, как в науке, так и в подготовке специалистов. И у нас достаточно много совместных публикаций. Мы работаем по принципу, еще раз говорю, взаимного дополнения. Был затронут и нашумевший вопрос об участии студентов в несанкционированных митингах. Ильшат Гафоров напомнил, что этот вопрос был задан студенткой Казанского университета на прямой линии с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, устроенной в день российского студенчества. Ректор подчеркнул, что президент в своем ответе призвал студентов не отказываться от собственной гражданской позиции, но выражать ее необходимо в рамках закона. В данном контексте решение об отчислении студента может решать только суд, признав состав уголовного преступления. На сегодняшний день никаких решений не приняты, поэтому те разговоры об отчислениях, которые уходят, они не имеют под собой никакой основы. Другое дело, конечно же, мы не можем поощрять, когда наши сотрудники или студенты делают какие-то действия, противоречащие действующему законодательству. Также на встрече Ильшат Гафоров рассказал о проектах, которые должны реализоваться в 2021 году, обозначенном годом науки и технологий. Речь шла о создании собственного университетского технопарка на площадке одного из залов площадью 18 тысяч квадратных метров, переданных WorldSkills. Также будет открыта научно-исследовательская клиника, работающая по направлению стоматология, и запущен детский сад-исследовательский центр по социализации детей с аутистическим расстройством. Кроме того, на территории обсерватории имени Энгельгарта Казанского университета завершится формирование кампуса, где будут проходить мероприятия, связанные с изучением космоса. И будут осуществляться мероприятия популяризационного характера для подрастающего поколения. Вы знаете, мы там построили в свое время планетарий, и планетарий просто является якорной точкой. А молодые люди и дети приезжают из разных регионов, им где-то надо переночевать, провести время. К слову, обсерваторию планируют включить в список ЮНЕСКО. Ранее государственный советник Республики Татарстан Ментимер Шаймеев поручил подготовить номинационное досье. Мы для себя сформировали дорожную карту. Сегодня пока все идет неплохо. Нас включили как претендентов уже список. Это необходимый первый этап. Значит, мы готовим сегодня номинационные документы. Если каких-то политических проблемных моментов не возникнет, то поддержка у нас достаточно хорошая. Я думаю, мы где-то в 2022-2023 году сумеем реализовать. На пресс-конференции прозвучал вопрос и о создании научного центра мирового уровня по освоению жидких углеводородов. Мы приобрели отдельное стоящее здание сегодня, где будет локализоваться центр НСМО наш. Я думаю, мы его в течение ближайших месяцев полутора тоже откроем, презентуем. Сможете прийти посмотреть. Также на мероприятии прозвучали предстоящие крупные научные мероприятия, такие как ИФТ и Лингвистический саммит, который впервые пройдет в России и на площадке Казанского университета. Диана Желенкова, Ленардо Влетьяров, Виолетта Басова, Универньюз. Стали известны результаты региональных этапов Всероссийских олимпиад школьников. Учащиеся лицеи имени Лобачевского и IT-лицея Казанского университета стали победителями по направлениям астрономия и биология. Глава Россотрудничества Евгений Примаков, внук советского и российского политика Евгения Примакова, встретился с ректором Казанского университета Ильшатом Гафуровым. О том, как прошла встреча и какие вопросы на ней обсуждались, узнаете в нашем следующем сюжете. Казанский федеральный университет с рабочим визитом посетила делегации Россотрудничества во главе с руководителем федерального агентства Евгением Примаковым. В мероприятие принимали участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, вице-премьер Республики Татарстан Василь Шахразиев, руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирек Тинуров, начальник управления образований и науки Россотрудничества Ольга Филонова. Визит начался с экскурсии университета и рассказа об исторически значимых лицах Казанского университета. Далее в императорском зале гости могли сфотографироваться на стуле императора Александра Первого. Дальше гости осмотрели аудиторию, в котором учился Ленин, и после чего провели заседание в зеленом зале. В рамках встречи обсудили возможные направления дальнейшего эффективного сотрудничества. Ректор Казанского университета продемонстрировал гостям современные возможности одного из старейших вузов России. Также он напомнил об уже существующих проектах, которые успешно реализуются совместно с Россотрудничеством. В том числе говорили о ряде проектов по поддержке изучения русского и татарского языков в зарубежных странах. Во время встречи с послом Индии он категорически нас просил, чтобы мы на русском языке преподавание осуществляли. Я тоже удивился, я думаю, почему. Он говорит, вы знаете, если они будут хорошими врачами и будут знать русский язык, они будут более конкурентоспособными, будут работать на всей территории СНГ. О перспективах и предложениях по дальнейшей совместной работе рассказал проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев. Мы планируем открытие детского садика. Это будет непростой детский сад, такой челлендж для нас, это детский сад по работе с детьми с расстройствами аутического спектра. Также участники встречи обсудили тему повышения качества, отбора и мотивации студентов. Рассмотрели возможность предоставления на конкурсной основе бюджетной квоты университетам. У нас, условно, конкурс асистатов, плюс к этому дополнительный, скажем, мы даем конкурс в портфолио, где мы даем дополнительные баллы за олимпиады, за какие-то там заслуги, за песни, за такими условиями. Мы можем, опять-таки, учитывать ваши олимпиады, дополнительные дабы, еще что-то учитывать. Отдельно говорили про увеличение числа иностранцев на программах постдипломного образования, отметив необходимость упрощения процедуры предоставления магистрской и аспирантской квот, введение квот на дополнительное профессиональное образование и под программы двойных дипломов по заявкам университетов. Евгений Примаков высоко оценил уровень научной и образовательной деятельности Казанского федерального университета. Также глава Росотрудничества предложил устроить дополнительную встречу для обсуждения развития некоторых проектов и высказался по поводу дальнейшего взаимодействия с Казанским федеральным университетом. Поле огромное. Во-первых, самое очевидное. Это большое количество иностранных студентов, которые обучаются здесь. Необходимость обучать русскому языку лучше всего заранее, конечно, на той территории, на тех странах, откуда они сюда едут. Мы тоже сегодня обсуждали, как сделать там подготовительный факультет, ну или что-то вроде того, для подготовки студентов, которые приезжают не только в Казанский университет, в принципе, в Россию. В конце своего рабочего визита Евгений Примаков встретился с иностранными студентами Казанского университета, обучающийся по линии РОС сотрудничества. Студенты предложили свои идеи, которые глава федерального агентства с радостью принял во внимание. Энджи Минебаева, Фарид Захид Углы, Универ Ньюз. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова